МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медведями летали, чему удивляли барнаульцев на грандиозном авиашоу. Барнаульский первопроходец Андрей Соболев стал чемпионом мира по сноуборду. Из-за лютых морозов барнаульский автовокзал отменил сегодня больше 80 междугородних рейсов. Утром температура воздуха снизилась до минус 40 градусов. Руководство барнаульского автовокзала приняло решение не выпускать автобусы в Рубцовск, Калманку, Тальменку, Петропавловск, Картебаш и другие населенные пункты. Маруся Загорска продолжит. Минус 40, гололед, видимость близкая к нулевой. Барнаульский автовокзал рекомендовал своим пассажирам переждать морозы в тепле и отменил более трети рейсов в районы края и соседние города. Оставить решили только самые безопасные направления, где не так холодно. Стабильно выполняются рейсы по маршрутам Барнула-Новосибирск, Бийск, Горно-Алтайск, Крупцовск. Хуже обстановка с периферии. Это вот восточные районы Заринск, Кытпаново, Тогул, Косиха. На запад, на Благовещенку закрыты маршруты. Каждый движущийся автобус отслеживается диспетчерами и в случае поломки к нему на помощь сразу же отправятся инспекторы дорожно-патрульной службы. Впрочем, готовы помогать не только общественному транспорту. В это воскресенье они освободили от снежного плена, вытащили с кювета и буквально спасли от обморожений 16 водителей легковых авто. В помощи сегодня ждут и люди, которым вовсе негде спрятаться от мороза. Бездомные. И сами будут приходить, и будут с больниц направлять, и с милицией будут направлять, и соцзащиты будут направлять. Это оно из года в год у нас повторяется, и оно уже как бы стабильно. То есть в сильные морозы человек, которому негде жить, он ищет теплого места. Штормовое предупреждение в Алтайском крае объявлено до 28 января. Малоинтенсивный атмосферный процесс способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе города. Уровень загрязнения оценивается как повышенный. Подобная ситуация прогнозируется на ближайшие сутки. Сохраняется на этот период и аномально холодная погода. Синоптики обещают, что морозы задержатся на Алтае не дольше, чем на неделю. Уже к среде потеплеет до минус 20. До этого дня жителям края желательно отказаться от дальних поездок и стараться как можно меньше времени проводить на улице. Маруся Загорская, Александр Антропов. Наши новости. Наш пострел везде поспел. Главе администрации Поспелихинского района Петру Шрейдеру предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По информации Краевого следственного комитета, за подписание документов о вводе в эксплуатацию двух очередей здания торгового центра Шрейдер получил от бизнесмена подарок – однокомнатную квартиру, стоимость которой оценивается в 756 тысяч рублей. Противоправные действия обвиняемого были выявлены сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. В настоящее время судом по ходатайству следователя, должностному лицу, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся все необходимые следственные действия, которые направлены на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование продолжается. Алтайские власти разработали антикризисный план, который должен помочь промышленности края избежать снижения темпов в условиях экономического спада. Согласно этому плану, небольшие предприятия будут привлекаться для выполнения государственного оборонного заказа, объемы которого за последние полгода заметно выросли. Так, завод механических прессов уже поставляет свою продукцию на три авиационных завода. Еще несколько производств в Барнауле, Бийске и Рубцовске частично переориентируются под оборонку. Важно, что загруженные дополнительным заказом заводы готовы брать на работу сокращенных специалистов с Алтайвагона, ВРЗ и Сибанаргамаша. Именно эти три гиганта находятся сейчас в сложном финансовом положении, но пока пытаются сохранить сотрудников. Край оказал финансовую поддержку этому предприятию. И в декабре месяце туда были перечислены 50 миллионов рублей для того, чтобы поддержать люди, которые на сегодня не заняты, которые находятся в вынужденном простое. И вот как бы по договоренности еще следующие 50 миллионов в течение первого квартала будут также выплачены на СДС. Вторая стратегия выживания в кризис – внутрирегиональная кооперация. Совместная работа нескольких предприятий над одним общим продуктом. В край ее уже обкатали на площадке сельхозмашиностроения, где за три года разработали и внедрили 50 новых машин. Кроме того, алтайские компании готовы полностью закрыть потребность строительной отрасли в металлоизделиях, а местная легкая промышленность – потребность швейных фабрик в сырье для школьной формы. Котельные заводы собираются поставлять свою продукцию районным и городским коммунальным службам. Первый в крае и третий в Сибири крематорий открылся накануне в Барнауле. До сегодняшнего дня предпочитающие эти услуги традиционному захоронению могли обращаться только в крематорий Новосибирска или Новокузнецка. Строительство объекта продолжалось два года. Учредители отмечают, что для экологии работа крематория абсолютно безвредна. Фильтрация дыма здесь почти стопроцентная. В новом здании есть два зала для прощания. Один из них со специальным балконом для хора. Предусмотрено отдельное помещение для кремации животных. В ближайшее время здесь планируется достроить колумбарий и православный храм. Здесь мы используем ту возможность, в которой люди православные хотят произвести отпевание покойного своего родственника. Мы производим отпевание, а потом они уже по своему желанию могут либо кремировать его, либо похоронить на кладбище. Сейчас самое время сделать заграничный паспорт. В миграционной службе на его оформление наконец-то нет очереди. Причин такого затишья может быть несколько. Это и повышение курса доллара, и увеличение госпошлины. Галина Юмашева узнала, с какими новшествами теперь придется столкнуться с желающим получить международный документ. Есть несколько нюансов, которые стоит учесть до стартового свистка. В первую очередь необходимо заполнить анкету. Ее бланк доступен на сайте УФМС по Алтайскому краю. Здесь же можно найти реквизиты для оплаты госпошлины. Она обязательно для всех. Паспорт для взрослого с 1 января стоит 3,5 тысячи рублей. Какой бы способ вы не избрали, визит в миграционную службу неизбежен. В Барнауле по адресу 1-я западная 47 вам нужно будет принести с собой заполненное заявление, оплаченную госпошлину и российский паспорт. Старый загранпаспорт не нужно с собой приносить, если у него истек срок действия. Если срок действия на момент сдачи документов не истек, вы приносите его с собой. Следующий этап на беговой дорожке, пожалуй, и самый интересный. Для него нужно улыбаться, чтобы фотография получилась позитивной. Смотрите в объектив, не двигайтесь. И иметь чистые руки, потому что теперь в миграционной службе снимают отпечатки пальцев. Прокатайте пальцы. Убирайте. Отпечаток пальца нет. Это необходимо в первую очередь для защиты самого документа, ну и, конечно же, для упрощения и оформления визы. При получении визы, если у вас уже будет внесен отпечаток пальца в заграничный паспорт, это упрости 30 долларов. К тому же, получать паспорт тоже нужно будет по отпечатку пальца. Поэтому никто другой не сможет получить ваш документ. В настоящее время у нас идет небольшой спад подачи документов. Нет ажиотажа в миграционной службе для оформления заграничного паспорта. И сейчас самое время оформлять паспорта. Готовиться к летним каникулам, к летнему периоду. На этом можно считать, финишная черта достигнута. Но перешагнуть ее и получить свой приз можно будет лишь через месяц. Таков срок изготовления международного документа. Галина Юмашева, Павел Лауронин. Наши новости. 18 тысяч рублей собрано за прошедшую неделю на лечение Богдана Пилицина, алтайского солдата-добровольца, раненого на Украине. Напомним, с призывом помочь вернуть парню здоровье после тяжелого ранения обратились родственники через редакцию местной газеты. Как рассказала нам сегодня мама Богдана, тяжелая транспортировка позади. Сейчас сын находится дома в районном центре Ключи. Односельчане помогают семье по мере возможности. Местная больница выделила кровать-трансформер и инвалидную коляску. Неравнодушные привезли уголь и дрова. Люди несут деньги на лечение. Кто сколько может. Прежде всего, Богдану необходимо восстановить зрение. Парень не видит, у него нет глаза. Также у него неподвижна правая нога и рука. Заторможена речь. Впереди долгая дорога к выздоровлению. Помочь земляку, сражавшемуся в рядах ополчения, можете и вы, перечислив денежные средства на банковскую карту, номер которой видите на своих экранах. Второе, сильно раненое. Ну, есть надежда, что его могут восстановить. Но это надо делать быстро. А у нас пока нет такой возможности. Над Барнаулом чистое небо. Именно оно подарило тысячам жителей города грандиозное авиашоу, состоявшееся, несмотря на суровый мороз. О том, как летали над городом соколы, крокодилы и медведи, когда скачут даже москали, и скоро ли в Барнауле вновь откроется летное училище, расскажет Михаил Ширин, кстати, попытавшийся устроиться на военную службу по контракту. Мороз и солнце, день чудесный, минус 32 градуса. Впрочем, сибирский холод сибиряков не остановил. На речном гуляли целыми семьями. Акцию «Военная служба по контракту – твой выбор» под свой патронаж взял сам главком ВВС, когда-то несколько лет проработавший в Барнаульском летном училище. Кстати говоря, о нем он не исключил его возрождение. Если будет необходимость, мы будем стараться развернуть те же училища, которые у нас были. Для этого у нас все есть. В ожидании авиашоу народ заполонил окрестности. От холода спасались любимыми нашими соседями прыжками. Но вот началось. На лето-би приземлялись бесстрашные парашютисты. Небо бороздили крокодилы, вертолеты Ми-24 и стратегические бомбардировщики Ту-95, прозванные в НАТО «Медведями». Командир пилотажной группы «Соколы России» генерал-майор Александр Харчевский свою сушку кочегарил по полной, выполняя сложнейшие фигуры. Кстати, внизу на земле времени тоже зря не теряли. Контрактников набирали с утра. На службу в армию записывались даже девушки. Просто это мечта моего детства. И если у меня не получится пойти по контракту, я пойду воевать в Новороссию. Ну, после такого и я не утерпел и тоже уселся заполнять предварительный тест. Кстати, здесь же я узнал, что авиационно-учебный центр, организовавший шоу, проводит набор юношей и девушек от 18 до 33 лет для обучения на стюардесс и бортпроводников. Гарантируется трудоустройство и зарплата от 40 до 80 тысяч рублей. Ну что ж, результаты теста интересные. У меня оказывается склонность к командным должностям. Уровень высокий. Могу быть оператором, связистом, наблюдателем, ну, немного водителем. Пройти такие тесты и собеседования можно в любом военкомате. Собрать документы, сдать физические нормативы и служить в армии. Например, в авиации. Уж больно красиво было в небе над замерзшим Барнаулом. Михаил Ширин, Александр Антропов. Наши новости. На очереди новости спорта. Слово Юрию Борлису. Алтайский сноубордист Андрей Соболев вошел в историю этого вида спорта как первый россиянин, завоевавший золото чемпионата мира. В Австрии он достиг грандиозного успеха в дисциплине «Параллельный гигантский слалом». В четвертьфинале судьба свела Соболева с партнером по национальной сборной двукратным олимпийским чемпионом Виком Уайлдом. На внутрироссийских соревнованиях нынешнего сезона они были главными соперниками. То один побеждал, то другой. На этот раз наш сноубордист не оставил натурализованному американцу ни единого шанса. На полуфинальной стадии Соболев прошел австрийца Бенджамина Карла, а в споре за золото одолел двукратного призера сочинской олимпиады славянца Зана Кошера. Сейчас я вообще пока не понимаю, что случилось, прокомментировал свой триумф Барнаулец Соболев. Даже не пойму, есть ли вообще эмоции. Дебютировали в 2015-м алтайские бильярдисты. Первый тур чемпионата края. На построении поздравили без пяти минут мастера спорта Юлию Трубникову. Она заняла второе место на первенстве страны. Девушке 16. Здесь она выступала против мужчин, так как достойных соперниц на Алтае нет. Это был мой первый финал России до 18 лет. И до финала прошла очень хорошо. Сыграла в контре, в последний шарах, но не повезло. Стала позиция неудобная, не смогла сыграть правильно. Староженко стал победителем первого краевого тура. Бичанин Игорь Миляев уступил ему в финале. На третьем Сергей Торопов. Юрий Борлис, Андрей Печоркин. Наши новости. Подведены итоги, пожалуй, самого объективного конкурса. Проект «Любимая марка» запустила газета «Комсомольская правда» на Алтае. Лучших производителей товаров и услуг определяли читатели газеты. Они прислали в редакцию более 40 тысяч анкет. Самый активный получил главный приз – современный холодильник, заполненный продуктами. Весь год читатели «Комсомолки» голосовали за любимую марку или услугу. И вот, согласно народному выбору во Дворце культуры «Сибенергомаш» собрались только лучшие. Почетную награду в 40 номинациях получили все. От производителей пищевых продуктов до представителей санаториев. Победителем в номинации «Биологически активные добавки» становится компания «Ибалар». Голосование длилось 11 месяцев. За это время читатели газеты со всего Алтайского края прислали в редакцию 42 тысячи анкет. Чтобы выиграть главный приз – холодильник, некоторые подписывали на «Комсомолку» семью и друзей. Главным условием победы было прислать наибольшее количество голосов. Читатели заполняли на свой выбор. То есть это выбор обычного рядового жителя. Что он любит, какие его предпочтения. Он отмечал галочкой в этой анкете предприятие, которое ему нравится, с продукта, который ему нравится. И, соответственно, мы потом делали подсчет. Вручение наград превратили в праздник. Перед каждой номинацией на сцену выходили творческие коллективы. И только после того, как премию вручили, «Комсомольская правда» объявила победителя конкурсов среди читателей. Холодильник с алтайскими продуктами получила Елена Егорова. Она отправила 619 анкет. Хочу сказать спасибо за замечательный этот приз. Мы очень рады, что он достается нам. Праздник закончился, но ненадолго. «Комсомольская правда» обещает, что будет радовать своих читателей новыми интересными проектами. На этом наша часть выпуска завершена. Напоминаем, телефон редакции в Барнауле 6459 129. Ну а о событиях нового дня узнаем вместе и свежего выпуска наших новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова